Понты свои скрути, спрячь и закопай. А как же люди, которые зарабатывают 20 тысяч рублей, им что делать? Вот эта хрень полная, блин, это ад, просто адища. Такой, твою мать, и бьете его в лицо просто этого человека, который так говорит. Первая проблема, нет времени, бизнес постепенно проник во все щели вашего времени. Второе, работаем со всеми и за рубль и за миллион. Нам всегда 80, 70, 60% прибыли всей приносят определенный сегмент. Но мы не знаем, какой он. И у нас есть клиенты, которые приносят 3 миллиона рублей, например, а есть клиенты, которые приносят 30 тысяч рублей. Как правило, в недиверсифицированной системе эти клиенты стоят в одной очереди и обрабатываются по одинаковому. У кого есть и маленький чек, и большой, и они обрабатываются одинаково. Вы понимаете, что это бред? Нет, потому что человек на 3 миллиона, который дает, в 10 раз окупает все остальное, обрабатывается абсолютно так же. Плохо. Потому что если бы вы обрабатывали только этих людей текущим объемом, было бы нормально. Но у вас есть туча мусора, от которого иногда даже можно отказаться. То есть сказать, мы с этим не хотим работать, этот чек мне не интересен, не рентабельен. А как же так? Жалко, да? Или там рубль тоже копеечка, я не знаю. Нет, здесь не нужно так мыслить. Здесь нужно мыслить от того, а с кем вы хотите работать. Блин, почему у меня чешется нос, если я не пью? Можете мне объяснить? К драке? А тренировка сегодня будет, да, точно, может быть. То есть, это обозначает, что нам нужно выделять четко сегменты, с которыми мы хотим работать. Выделять так называемую желаемую целевую аудиторию. С какими людьми мы хотим работать? Кто есть наши клиенты? Сколько они зарабатывают? Какие их проблемы? С кем мы хотим работать? У нас в БМ есть разные клиенты. Есть вы, вот есть, например, МЗС. Есть разные клиенты. Понимаете, есть клиенты, которые там 200-300 тысяч заработали, накопили там денег и пошли за 300 тысяч купили МЗС. Как вы думаете, нам такие интересны или нет? Деньги же они платят, их много, правильно? Да. Но нам геморроя от них больше, чем польза от денег, которые они платят. Потому что они тугие, во-первых. Притом, ладно бы они были тугие, а не понимали, что они тугие. Типа, я понимаю, что у меня 200-300, я пришел с полным осознанием этого, я просто хочу. Нет, они не такие. Они самые высокомерные. Считающие, что они знают все про все. Закрытые. Не идущие на контакт. Сами. Сопротивляющиеся изменениям. Люди, которые пришли и сказали, ну давай, развлеки меня за те деньги, которые я заплатил. Но вот целевой портрет, это человек, который зарабатывает от 500. Почему? Не потому, что мы снобы. Не поэтому. Мы говорим, слушай, у тебя есть 200 тысяч, иди на нашу программу «Цех», она для тебя идеально подойдет. Потому что идет по скорости меньшего, самого медленного, и приходится дольше. А именно у них 80% вопросов по тому, а как зарегистрировать в Яндекс.Директе почту. Это вопрос. Если у вас 200-300, понты свои скрути, спрячь и закопай. Это не та штука, которой стоит гордиться. Это та штука, из которой стоит выбираться. Притом очень быстро. А что такое, что если у человека есть 500 и выше, особенно около миллиона? Это значит, что внутри его бизнеса есть какая-то модель. То есть есть какая-то ценность, которую он сумел сделать, уникальная. Которую интересно масштабировать. А с другой стороны цех. Там тоже есть. Вот сейчас средний заработок людей, которые приходят на цех, это 100 тысяч рублей. И мы тоже его хотим повышать. Каким образом? Мы постоянно повышаем средний чек. Потому что мы все меньше. А как же люди, которые зарабатывают 20 тысяч рублей, им что делать? Где они будут учиться? Ну а, мы не благотворительная организация, это раз. И два, мы лучше пусть они учатся в онлайне за маленький средний чек. А приходят к нам с большим средним чеком, потому что нам это рентабельнее. Нам рентабельнее, мы постепенно, вот сейчас ниже 50 не стоят программы, и она постепенно будет повышаться, 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 повышаться. Да, но это обеспечивает совершенно другой уровень людей, которые туда приходят. Потому что, конечно, человек, у которого там миллиард выручка, и у которого там несколько миллионов выручков в год. Это разные категории весовые. Просто проблемы чуть-чуть разные. Чуть-чуть разные. Третье. Слабые люди. В компании нет людей сильнее, чем вы. Работает ата-та менеджмент. Это когда единственный метод управления – это ваш гнев. Или печаль, или эмоции, да, одобрение, человеческие отношения, когда все держится на человеческих отношениях. Вот эта хрень полная, блин, это ад, просто адища. И при том, вы понимаете, как бы, что вы самый сильный, вы иногда их журите, но понимаете, а что с них брать. Ну и так вот все живут вместе в таких отношениях. Долгие годы. Четвертое. Клиенты приходят по методу бубна и сарафана. Такие слова. Клиентура. Дилеры. То звонят, то не звонят. Эта проблема касается того, когда источники и методы привлечения клиентов в ваш бизнес для вас непонятны, неясны, непрозрачны. Вы не знаете четко Рои, Роми, полностью возвратность инвестиций по всем каналам, а для вас это некий мистический процесс, который Божьей помощью на хлебушек дает. Вот встаньте, у кого так клиенты привлекаются. Спасибо, спасибо, вы не одинокие, садитесь. Сарафан чем не нравится? Сарафан не нравится тем, что это неуправляемая модель. А если она управляемая? Если она управляемая, это другое дело. Как именно она управляемая, тогда вопрос. Поздравляю. Ну, если это так, поздравляю. Значит, вы это можете увеличить. Ведь модель привлечения, она проверяется, могу ли я это увеличить. Если могу, супер, если не могу. Либо мне это не надо, такое тоже бывает. Например, у меня есть маленькое количество клиентов, с которыми я работаю, или вообще один. И это нормально, если у меня один клиент. И для меня вся задача, это как, понимаете, как делать больше, чтобы подстраиваться под его объемы вообще. И под его качество. Такое тоже бывает. Супер, зачем больше? Нет энергии. Устали. Печально. То, что раньше зажигает, уже раньше зажигал, уже не зажигает. Двигаемся медленно и печально. Как бы не жжет. Ну, так. Очень много информации. Голова пухнет. Непонятно, за что хвататься. Только про бизнес. Да. Вставайте, вставайте. Это реально. Это меня раздражает даже. Пока, короче, пока в целом ты изучаешь новый тип мессенджера, создается примерно в эту секунду еще пять. Один курс проходишь, создается еще десять. Это не раньше, когда была одна книга на деревню, понимаете. Контента очень много. И сейчас основная задача, это не что изучать. Как ты даже не знаешь модель атрибуции? Такой, твою мать. И бьете его в лицо просто этого человека, который так говорит. Потому что вы не можете знать все. Понимаете, каждый суслик-агроном. Поэтому каждый эксперт вам будет, знаете, так, чувство вины вменять, что вы не так разбираетесь в его теме, как он. Вы не можете этого сделать. Ваша задача – это ограничить себе круг важных вещей, которые вы разбираетесь, в которых вы погружаетесь. Вот я вам что сделаю? Я вам даю модель, как я считаю, тех вещей, в которых вам нужно разобраться лично, и от этого будет зависеть успех и ваше душевное хорошее самочувствие. Но кроме этого, вот кроме этих модальностей, вы можете расслабиться. Ну, например, трафик. Вам не нужно изучать трафик детально, каждую площадку, вот вообще все, как там происходит. Вам нужно понимать, какой конечный результат вам нужен и как вы его можете обеспечить. Вот задача. То есть понимать конечную цель, а не понимать, как именно метод. Потому что методик, ну, миллион. Вот еще такая проблема очень часто бывает. Есть продукт, хороший, сильный, твердый, качественно сделанный, хорошая инженерная разработка или творческая разработка. Вот продукт в бизнесе сильный, а все остальное слабое. Можно делать во много раз больше. То есть такое ощущение, что вот внутри ядро свежее, сильное и твердое, а оболочка такая сгнившая, облипшаяся и к продукту не подобраться. То есть продукт сильный, а то, как мы это продаем и то, как мы это управляем, говно, короче, полное. И мы благодарим наших клиентов, что они продираются сквозь весь этот геморрой просто из-за того, что они понимают ценность продукта, но из-за этого мы теряем объем и маржинальность. Американцы над продуктом так не заморачиваются, как мы заморачиваемся, это правда. У них проще. Мы заморачиваемся, мы делаем крутые продукты, но мы их, но все остальное, мы этому не уделяем внимания. Для нас же лишь бы человек был хороший. То есть, чтобы продукт был хороший, остальное оно как-то само, но вот не само. 8. Нет системы, вам сложно представить, что вы можете уехать из бизнеса более чем на полгода. Просто когда вы уезжаете на отпуск, вы звоните в свой офис и просто слушаете, каким голосом он отвечает. То есть, не что он говорит, а как бы нормально, все нормально, все нормально. И вы понимаете, что страх в вашем голосе вас выдает. И вы думаете, что он изнасиловал просто последнего главного клиента и с дудочкой. Этот клиент с усами, вы заходите, он на столе, от этого насилует, вы такой, твою мать, ну что ты делаешь? Он такой, и вы такой, фу, слава богу, наконец-то я могу тебя уволить, давно хотел. И наконец-то есть причина это сделать. Почему раньше не мог это сделать? До того, как он изнасиловал клиента, до того, как он увел базу, до того, как он увел базу твою, украл ее и подал на тебя в суд. Вот, несколько примеров. Мне нравятся разные люди. Да, и что БМ это о разных людях. Младшему 13, там вообще, да, старшему до бесконечности уходят. Вот Маша Фиксон, пожалуйста, это девушка, она производит пальто. У нее она прибыль довела до 5 миллионов в месяц, запустив опыт. Невероятный продукт, очень продвинутый. Сергей Ренжин, он сегодня есть. У него цифры еще больше уже увеличились. Он занимается фасадным освещением зданий. А Владимир Чиберев, сервис на колесах. То есть это вот такой мощный, крупный динозавр, бывший динозавр, сейчас уже не динозавр, который основал большую масштабную сеть, да, но это как баржа. Баржа большая, но управлять ей очень тяжело, да, как изменить вектор движения. Сережа Чернявский, 47 лет, пришел умирать уже, ну, вот реально, ну, реально. Ну, когда вот в таком режиме работаете ни год, ни два, ни три, от десятки лет, там, 15 лет, например, то это прединфарктное состояние. Ну, прям, прям вот, вот в прямом смысле этого слова. То есть он прям на волоске уже. У него чуть ли не уже, понимаете, суперстрадание, постоянное ощущение нарастающей тревоги, постоянное уменьшение клиентов, больше конкурентов, и вот ты в этом живешь, неэффективная команда, денег становится меньше, и про интернет ничего не знаем, да, потому что он еще переживал, когда его багажники в 90-е возили. Ну, так, да. Все это бизнесы в 90-е. И Галим, Абдул Галимов, прекрасный парень, занимается теплицами в Дагестане, который невероятно прорвался тоже. Давайте просто посмотрим, как система проявляется на разных примерах. Это я не буду, это вот, это пальто, это вот такие пальто. Проблема была связана с сезонностью, ну, что в сезон есть продукт качественный, а в несезон мы живем на то, что заработали в сезон, у кого еще такая проблема есть. Да. И задача была в том, что, а что будем делать не в сезон? И ответ был очень простой, оптовики. Мы будем продавать, потому что оптовиков нет сезона и несезона, то есть мы можем вполне работать. Было создано коммерческое, видите, как оно качественно сделано, это, собственно, ее собственное производство, да, кстати, для прибыли такой, которую я назвал, знаете, сколько в компании работает человек? Пять. Каждый человек отвечает за свое направление. Один по СММ, один по производству, один по бутику, ну, и так далее. Невероятно стройная система, построенная на глубокой аналитике, на самом деле. Вот это первый сайт, который она запустила, человек с эстетическим вкусом, ну, как она плевалась просто, когда она запускала, но запустила, и этот сайт уже давал ей трафик. Ничего сложного. Картинка, заголовок. Это не значит, что такое должно быть, но для теста этого достаточно. Для теста не нужно заказывать в студию Артемия Лебедева. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok